Продолжение следует... Продолжение следует... Сразу за Таллином в европейском рейтинге по количеству убийств на душу населения идут Минск и Кишинев. В списке после Молдовы стоят наши прибалтийские соседи Латвия и Литва. Их показатель одинаковый по 5,5 убийств на 100 тысяч жителей. А у наших северных соседей в Хельсинки, например, этот показатель составляет всего 1,2, то есть почти в 6 раз меньше, чем в Таллине. Ну а самыми спокойными городами Европы в этом отношении являются португальский Лиссабон и славянская столица Любляна. Почему же в Таллине, если верить статистике, так много убивают? Действительно, Таллин уже давно занимает первое место, по данному показателю, в Европе. Но стоит отметить, что число убийств у нас постоянно снижается, начиная с 1994 года. В те времена ежегодно погибали насильственной смертью до 400 человек. Сейчас же, в абсолютном выражении, это порядка 60 убийств в год. Наша ситуация, впрочем, отличается от того, что принято называть криминогенной. На улицах города насилия мало. Большинство убийств совершается внутри квартиры и домов, чаще всего в результате распития спиртного и серьезных ссор. По словам представителя министерства, напрямую бороться с таким явлением, как большое количество убийств на душу населения, практически невозможно. Однако государство стремится снизить общий криминальный фон, сократить число всех преступлений. В том числе на это направлена и наша антиалкогольная политика последних лет. Люди, ну, на самом деле находятся в трудной, в психологически трудной ситуации. Это может быть описано как фрустрация, когда ты не можешь реализовать себя, не можешь реализовать то, что ты хочешь. И, естественно, это где-то должно проявляться и, как правило, проявляется вот в таких конфликтах, которые вспыхивают. Ну, а люди у нас, как известно, конфликты решать не очень умеют. То есть, кажется, что если конфликт, то, в общем, это обязательно нужно, чтобы из него кто-то вышел победителем. Ну, а если модели работают, что когда нужно себя поставить, нужно драться, то, ну, в общем, это и приводит к таким следствиям, что люди, к сожалению, убивают друг друга. По мнению психолога, пока наши соотечественники не научатся находить компромиссы в спорах и конфликтах, не перестанут топить мрачные эмоции в алкоголе, мечтать о том, что Таллин покинет позорную первую строчку этого печального списка не приходится. С другой стороны, в деле профилактики таких преступлений правоохранительные органы чаще всего бессильны. И о тех трагедиях, что разворачиваются за закрытыми дверьми внешнепристойных домов, общественность всегда узнает лишь постфактум. Надеяться можно лишь на изменения в ментальности, но на это потребуются годы. Дмитрий Кукушкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.